Вот опять в руки Виталия, здесь он будет сохранен. Больше двух ягодок он не ест все равно. Дает вот так вот по виноградинке все. Аромат просто стоит потрясающий. Вот огурчики, посмотрите. Они уже спелые. Я надеюсь, это не мне, да? А вот здесь вот огородик, идемте покажем. Для внучек. Чем мельче, тем говорят, что это вкуснее. А вот виноград, о какой, ой. Я про винишко и говорю, его что же надо испытывать-то, дерьмо-то, все продавать. Дня два бы снимали. Пока! Друзья, всем большой привет. Я вновь нахожусь в питомнике Кенельский виноград. И знаете почему? Да потому что в прошлом сезоне я взял всего лишь один у вас саженец. А вы мне говорили, что бери, Виталик, второй. Рядом со мной Виктор Борисович Климанов, руководитель питомника, собственно, виноградарь с огромным стажем. Сколько лет вы занимаетесь? 18. 18. 19-й год. 19-й год, вы представляете? Так вот, в общем, пожалел я Виктор Борисович, что не взял второй, потому что сейчас смотрю, а надо бы вроде бы еще. Поэтому сегодня предлагаю, опять-таки, по старой схеме, топ-5 сортов винограда для средней полосы России и, в принципе, для более северных регионов. Конечно, да. Выберем самый вкусный, самый урожайный, самый красивый. Да, да, да. Покажем, что виноград может плодоносить даже на саженца. Это говорит о том, что относимся как к родному виноградику. Ну что, поехали. Виноград номер один. Красивый, шикарный, светлый. Как называется? Сорт этого винограда Монар. Монар. Вы мне его рекомендовали в прошлом году. В прошлом году. Он мне очень понравился, в принципе. Но вот тогда я предпочел Виктора. Виктора, ну, да, да, да. Да, это не значит, что другие сорта там хуже или лучше как-то. Просто вот Виктора оказался, ну, прям мое. Этот виноград у него, в отличие от всех виноградов, он немного попозже созревает. Суперранние-ранние сорта, они, ну, быстро уходят. Этот очень долго. Его осы не едят. То есть он устойчивый к болезням, неприхотливый. И вы видите, какие крупные ягоды. Ягоды до 35 грамм. Виктор Борисович, ну, получается, что этот сорт не совсем подходит для более северных регионов, потому что вызревание у него позднее. Возревание у него прям чуть-чуть попозже. Но в этом году, скажем так, середина августа еще не наступила. Он уже созрел. Виноград. Ну, в принципе, да. Чуть-чуть сахара не набрал. Ну, это буквально неделя. Неделя еще. Да, не больше. А хорошо, ну, например, Челябинск, Екатеринбург, Монарх будет вызревать? Монарх, Челябинск, Екатеринбург будет. Поиспытали 450 сортов. Сейчас начинаем уменьшать где-то до 150. Мы же не только сами испытываем, а люди, отзывы какие. Вызревает, не вызревает. А то болтать-то все можно, но на самом деле у нас подтверждено. Да, потому что очень много было комментариев в прошлом видео, что, дескать, вот какие-то сорта, ну, вот не подходят, потому что не вызревают. Посмотрите, какая красивая прям солнечная ягода. И это, кстати, не максимальный ее размер, между прочим. Сорт Монарх. Вкусный. Немножко, да, не зазрелый, но, в принципе, вот я как раз люблю с кислинкой виноград. В садовом интернет-магазине «Семь семян» товаром недели с 27 августа по 3 сентября 2021 года будет диатомит садовый 250 мл. Этот почво-улучшитель стоит добавлять при посадке саженцев, плодовых и декоративных культур для хорошей приживаемости растений. Вместо 69 рублей его можно будет купить за 45. Большой выбор товаров для сада и огорода в интернет-магазине «Семь семян». Какая-то невероятная урожайность и красота. Что это за сорт такой? Это сорт винограда селекции Павловского и Евгения. Выведен специально для средней полосы, для Подмосковья, ну и, само собой, для средней Волги. Мы в этом году специально решили показать людям, какой урожайностью обладает вот этот сорт. Вы видите, сколько гроздей. И самое важное, не только виноград созревает, а созревает лоза. Вот видите, это фактор того, что винограду здесь хорошо. Лоза уже коричневая. Вот середина августа. Ну, дело в том, что, надо сказать честно, в этом сезоне, в сезоне 2021 года, у нас в Самаре стояла, ну, просто страшная жара, начиная с мая, и вот до сих пор держится. Сейчас, начало августа, 35 градусов в тени. Поэтому, конечно, всё быстрее возревает, но, тем не менее, вы не нормировали, да? Не стали нормировать. Это вот вы видите с одной стороны, с другой стороны всё то же самое. То есть здесь вот, я думаю, что, ну, 40 килограмм винограда на момент съёма винограда здесь будет. Мы даже для интереса взвесим. А, чуметь. Ну, давайте попробуем по вкусовым качествам. Ну, вот понимаете, в чём дело? Виктор, он похож по цвету. Мне нужно, чтобы ягоды отличались. Так, вопрос никакие. Чтобы положить в корзину, и был такой красивый натюрморт. Что ж тебе? Очень вкусный виноград. Все ягоды целые, все до одного листочка целые. Не поражено ни аидиум, ни мильдиум. Великолепный виноград. Всё, берём на заметку. Ещё раз, сорт называется байконур. Байконур. Всё, да, вот так. Экономика должна быть экономной. Ни чём ей не дают. Дают вот так вот по виноградинке всё. Чё хочешь, то и делай. Виктор Борисович, вот такой синий виноград мне, в принципе, интересен. Что это за сорт такой? Это сорт винограда «Ласточка». 90 дней срок созревания. Очень классный виноград. И тоже селекция Евгения Павловского. 90 дней от чего? От распускания почек. Да, от распускания почек. То есть в этом году весна у нас как бы затяжная была. Да. Поздновато. То есть в начале мая. В начале мая, да, да, да. Начало распускаться так активно. И вот май, июнь, июль, вот август. Август. Пожалуйста. Даже где-то, если чуть севернее, то в принципе в сентябре можно собирать урожай. Да вопрос, спокойно. Спокойно. Ну, давайте попробуем его. Вот так вот пробуют здесь, в кенельском винограде. Понимаете, в чем дело? А я говорю вам, Виктор Борисович, мне смысла нет выращивать самому виноград. Потому что я каждый год к вам приезжаю. А я и удивляюсь, зачем? Вы мне сумочку загружаете виноградом. И мне так хватает его поесть, насладиться. Кто, но все равно хочется... И обогатить микроэлементами питания. Слушайте, вот этот мне очень нравится. Здесь мускатинка есть такая. Ну, есть чуть, да, да. Легкая такая, да, да, да. Сладкий, очень такой насыщенный вкус и яркий. Вкус какой-то густой такой. А хрустный. Если слышно там, то хруст тоже. Хрустит, хрустит. Причем кожица тонкая, но хрустящая, прям лопается. И сразу взрыв вкуса. Слушайте, ну вот этот вот, кстати, я прям подумаю насчет вот этого винограда. Еще название такое красивое. Ласточка, да. С весной все они к нам летят. Сегодня меня прям тянет к винограду синего цвета. Виктор Борисович, что это за сорт? Этот сорт селекции Павловского тоже. Ну, мы любим Женька. Ну, молодец. Вот этот вот подарок не святая. Подарок не святая? Не святая. Не святая. Это станица не святая. Где у него пункт по организации селекционных работ. Мне просто всегда интересна история названия сорта. Поэтому я всегда допытываю даже, почему такое название. Вот почему ласточка был предыдущий? Вдруг как-то оставили дверь, насколько-то открытая. И залетела ласточка. Ну, сельский дом, он есть сельский дом. И начала видеть гнездо. Так они, если закрыта форточка, закрыта дверь, ласточка садится на провода и сидит, ждет. Стоит дверь, форточку открыть, она раз, форточку и домой. Ну, это же тоже фантазия какая-то. Ну, в общем, да. Как не назвать? Конечно. Так, ну, расскажите об этом сорте. Подарок не святая. Подарок не святая, да. Это станица не святая. Вот этот сорт по вкусовым своим качествам в пятерку точно входит. Давайте попробовать, наверное, уже. Вот опять в руки Виталия, здесь он будет сохранен. Больше двух ягодок он не ест все равно. Какая увесистая гроздь. Гроздь хорошая. Ну, я считаю, что 800 грамм точно есть, чтобы не врать. Да, пробую. Вот, обратите внимание, как будет изменяться его лицо. Слушайте, это вообще что-то невероятное. Вот я об этом. Ребята, это просто, во-первых, мускатный вкус. А как долго во рту сохраняется. Во-вторых, сладкий просто невероятно. Кожица лопается вот так же, как и в предыдущем сорте. Но вкус, конечно, такой насыщенный. Такой букет. Букетище просто. Изюм, наверное, просто вообще ум отрез. Ну, единственное, что здесь одна-две косточки. А тут вот, в принципе, уже есть изюминки. Сейчас попробую. Уже сушеный. То есть его нужно было уже давно собирать. Перевисевший виноград. Ну, вкусный. Вот эту косточку даже там какой-то интерес добавляет. Она так похрустывает приятно. Как чипсинка. Да, вкусный виноград. Причем интересное послевкусие. Как будто еще туда, в этот виноград, добавили какие-то специи. Причем такие, достаточно остренькие. Может быть, это как раз от косточки. Вот этот вкус интересный. Я передать не могу. Я не Есенин. Слушайте, прям я его возьму на вооружение. Возможно, он и будет в лидерах сегодняшнего нашего топа. Ну, еще не все. Еще день-то не кончился. Да. Ну, пойдемте к следующему. При посадке винограда в прошлом году я использовал два удобрения. Первое вношу в лунке при посадке всех овощных и плодовых культур. Оно так и называется для посадки саженцев от Organic Mix. В нем богатейший состав различных натуральных компонентов, которые подобраны с таким расчетом, чтобы растения быстрее нарастили корневую систему. Наша задача – помочь им в этом. И я могу точно сказать, что от этого зависит будущее растения. В этом удобрении присутствует высокий уровень аминокислот. Именно это и способствует нарастанию и восстановлению поврежденных корней. А еще добавлю специальное удобрение для винограда. Тоже от компании Organic Mix и тоже гранулированное. Как вы понимаете, состав подобран для этой культуры идеально, чтобы обеспечить растение всем необходимым аж на 100 дней. И это удобрение делает вкус ягод более насыщенным. А еще способствует лучшему возреванию лозы. А значит, и зимовать виноград будет без проблем. Друзья, а вот здесь, вот вы видите, те самые саженцы, которые вы сможете приобрести на сайте Кенельский виноград. Вы посмотрите, какие красавцы. Вот просто саженец. Это вот такой вот уже двулетний саженец. Корневая система. Если вы в этом году посадите, то в принципе в следующем году можете получить урожай. Но, конечно, лучше ягодки обрезать будет, чтобы быстрее наросли лозы. Вот огурчики, посмотрите, как от себя прекрасно чувствуют. И если честно признаться, они уже спелые. Клещ его просто вот так вот подчистую. Я считаю, каждый должен заниматься своим делом. Виктор Борисович Климанов, он прекрасно исполняет роль виноградаря. Виноград у него чудесный. А вот здесь вот огородик. Идемте покажем. Вот такой вот, да? Да, да. Вот это нам неинтересно, да, Виктор Борисович? Для внучек. Чем мельче, тем говорят, что это вкуснее. А вот виноград. О, какой! Вот из кишмишевых сортов я выращивал кишмиш 341, по-моему, да. 342, прошу прощения. Кишмиш лучистый. В общем-то, хочу что-то новенькое, что-то интересненькое. Вот мне нравится по цвету вот этот кишмиш. Как он называется? Кишмиша розы. Чем он отличается от всех остальных? Он закроет ваш сезон. То есть это попозже. Он конец августа, начало сентября. И именно вот у него аромат. Подходишь даже вот к кусту и чувствуешь аромат вот этих гроздей. Кишмиш 100% никаких рудиментов, никаких косточек, ничего нет. Но он чисто вот для, наверное, все-таки средней полосы. Ну, средней полосы, конечно, более приемлемо. Саратов и так далее. Да и пенза. Вот клики были по Ульяновску, по Башкирии даже и то. В этом году Башкирии как? Оно лет покороче, но зато, наверное, даже пожарче. В этом году у нас весна поздняя и очень жарко. Уже ничего не понятно с погодой. Да, да, да. Так что вы видите, уже цвет набрал. Да, кисточка небольшая, но это же опять кишмиш. Он, конечно, недозрелый, но вкусный, неописуемо. У него запах классный. Аромат просто стоит потрясающий. И вот мне-то как раз нравится виноград с кислинкой. Я это всегда говорю и буду говорить, потому что, ну, это так. Ну, предыдущий был сладкий и очень вкусный. Если я его возьму, я как раз буду вот в такой спелости его снимать. Потому что, ну, прям такой освежающий. Ну, вот. Очень приятный виноградик. Для всех есть свой сорт, свои нюансы. Так что посоветую. Это правильно. На вкус и цвет, как говорится, товарищей нет. И мне уже пора определиться с тем сортом, который будет расти у меня на участке. Выбор, конечно же, сложный. Но все-таки его придется сделать. Итак, друзья, я со своим сортом определился. Это сорт, тадам, ласточка. Он мне понравился больше всех. Но почему-то у Виктора Борисовича в руках два саженца. Почему? Почему? Я хочу, чтобы у вас он не скучал, а чтобы рядом стоял сорт винограда. У вас просто воображение лица было великолепнейшее. Воображение лица. Это будет новая фраза. Ключевое слово этого видео. Да, да, да. Подарок не святая все-таки вы мне рекомендую. Дополнительно, обязательно. Но он, правда, мне тоже очень понравился. И в этот раз я, Виктор Борисович, вас послушаюсь и возьму два, потому что, ну, мало ли, вдруг разойдусь и выкорчеваю все на свете и посажу только виноград на своем участке. Виталь, держи, мой хороший. Спасибо огромное. Такие приятные слова ты сказал. Выкорчу и все будет, как у меня, один сплошной виноград. Друзья, ну, посмотрите, какие саженцы. И эти саженцы вы можете приобрести в питомнике кенельский виноград. Это мои земляки. Им можно доверять. Никакой пересортице. Я уже боюсь Виктора Борисовича. Я не знаю, что он еще приготовил. Я надеюсь, это не мне, да? Нет, конечно, Виталь, 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 конечно, не тебе, а твоим рукам. Вот благодаря моему уходу, благодаря стартовым возможностям этого сорта, это карнавал. Вы видите уже, это ягоды. То есть это двулетний саженец. И вот на побеге этого года уже он зацвел, собственно. Зацвел и нормальный гроздь. Урожай, да. Великолепный вкус, форма, вид. Просто на зависть соседу. Как сорт называется? Карнавал. Карнавал. В общем, нужно бежать отсюда. Пока действительно мне не пришлось засаживать весь свой участок виноградом. И наслаждаться, собственно, вином и так далее. Кстати, Виктор Борисович, ты уже и вино делаешь. А как иначе-то? Потому что у него очень много еще и технических сортов. Вот те, кто хочет заниматься виноделием, то заходите на страницу «Кенельский виноград». РФ, по-моему, да? Да. И выбирайте сортов. В интернет-магазин. Сколько у вас сортов? Примерно технических. Вот в саженцах у нас 10 сортов. А так и испытываем, наверное, сортов 30. То есть мы пока ищем первой ступенькой для вас, для всех. Мы же тоже с ничего начинали. Ну, 10 сортов есть из чего выбрать. Каберне Фран, Мерло, Муската Тоннель. Какие названия это, ребята? Монзони Муската. Все, друзья, прощаемся. Чтобы не надоесть вам, до встречи. Желаем здоровья вам и вашим растениям. Пока! Это белое. Вот это уже другой разговор, Виктор Борисович. Вот с этого и надо было начинать программу. Дня два бы снимали. Какое вино, а? А это темное, красное. Прямо красное. Сорт Марселан. Самый полезный в мире виноград. Не обманываем. У нас на сайте есть статейка. Подари себе здоровье и долголетие. Прочитайте. Там про полифенол и ресвератрол все написано. А вы ведь, по-моему, не имеете пока права продавать. Или у вас уже лицензия на... Нет, лицензию мы еще не знаем, что продавать. Мы делаем, испытываем. Мы одни саженцы высадили, испытали, получили. Нет, я про винишко. Я про винишко и говорю. Ё, что же надо испытывать-то, дерьмо-то, что продавать? Надо десятилетия... Мы же тоже не сразу пришли вот к этому. Где вы такой виноград пробовали? Нигде. Нигде именно. И вино такое. Все равно вот привозной виноград, он, видимо, все равно его не дозрел. Он снимает. Я не знаю. Дозревает, наверное, по ходу. И, в общем, конечно, вот здесь с куста вкус. Ну, это как вот и персик возьмешь, и арбуз тоже с грядки когда. И все остальное. Ну, хорошо. Здоровья нам всем! Субтитры сделал DimaTorzok